Друзья мои, добрый день! Здравствуйте! Сегодня 2 февраля, блогер из Перемии, сотрудник опальной КГБ, Бессонов Алексей Борисович. Ну вот, вчера отмечали, да, прошу прощения за внешний МИД, но я в домашней рубашке. Да, вчера отмечали 90-е годы со дня рождения Бориса Ельцина. Ну, вы знаете, я бы не стал все так... Ну, конечно, это были дикие реформы. Но, кстати, судьба Ельцина, она говорит о том, что бывает со страной, которая отказывается от реформ. То есть, эти реформы все равно начинаются, но в самом жестком, в самом глупом, в самом диком виде. То есть, в общем-то... И что касается пьянства Ельцина, здесь тоже не так все просто. Я вот знаю такую версию, что он не пил. Он делал вид, что он и так далее, потому что страной фактически управляли младые форматоры. Но дело тут даже не в этом. Я уже рассказывал, что в 79-м году при ЦК КПСС Брежнев создал комиссию, правда, она не собиралась ни разу, по экономической реформе из-за основы была взята реформа Косыгина. То есть, только прибыль в 79-м году и так далее. То есть, фактически, та система власти, которая была создана в стране, она не видела никакой альтернативы реформам рыночным и так далее. Ну, а дальше, помните... Причем, об этом не пишут, об этом расскажет Рыжков. Интервью он говорил, премьер, который был при Горбачеве. Он сказал, когда я в 82-м году пришел при третьем, пришел при Андропове в ЦК КПСС, там не было отдела экономики. Я его создавал. Ну, вот, видимо, он там его создал. То есть, были все органы, дублирующие органы власти, а отдела экономики не было. Вот, видимо, он создавал, набрал туда либералов, которые предложили вот эти реформы. Ну, и Ельцин же фактически получил... Потребительский рынок разрушил же не он, прав, Гайдар, да? Рыжков принял, премьер, принял закон о предприятии, и по нему предприятие разрешило самим устанавливать фонд заработной платы. Ну, они фактически выбросили огромное количество нетоваренных денег и за 10 месяцев вообще полностью уничтожили весь потребительский рынок за 10 месяцев. Ну, а дальше уже видели. Дальше уже только страну гнали вот в эти праворадикальные реформы. И Ельцин был всего лишь, что называется, олицетворителем или реализатором тех идей, которые в элите господствовали и так далее. И Гайдар то же самое. То есть, рынок, все это было разрушено до них. В этом плане прав, и в том числе, и министры в экономике Нечаевка говорят, что не мы разрушали рынок, но действительно не они. То есть, они были предложены безальтернативно самые дикие реформы, приватизация, которая никакого отношения вообще к праву не имеет. И даже по указам президента она и то была проведена незаконно. Ну, вот так мы такое время пережили. Но еще раз говорю, Ельцин это судьба того, что бывает со страной, если отказываются вообще от реформы. Ну, ЦК КПС, помните, помните Черненко, финальный этап политической реформы страны, когда умирающий Костя Черненко на мавзолее. И уже был, страна уже просто ржала, смеялась там. Хотя мужик он был очень достаточно порядочный, турболеголик, турболюбивый, отцахи, что называется, сам все прошел, все стадии. Очень ответственный был мужик, говорят. Ну, прилично, ну, вовремя надо уходить, иначе ты превращаешься в пошмешище. Кстати, это касается и Гена Зюганова, который тоже, видимо, ждет судьба Черненко. Он, видимо, тоже умрет в той мавзолее. Ну, короче, в такой стране уже. Поэтому Ельцин, ну, а дальше уже вы видели, что когда Горбачев начал реформу, оказалось, что он ничем не управляет. Он глава партии, парламента был и глава партии. Все вопросы оперативного управления решал премьер Рыжков. Тогда же появился пост президента, когда разрушили потребительский рынок, закон о банках приняли, разрешили деньги вывозить за границу, все. Следующий этап – приватизация внутри страны. Эти деньги вернулись в виде скупки акций, предприятий, приватизации, которая проходила. Там вообще конь не валялся, да, акции тут ни при чем. Там вась-вась все было и, так сказать, и так далее. Ну, вот в такой стране мы пережили. Но, еще раз говорю, судьба Ельцина. И Ельцин-то, он же был не полностью отморозок. Все-таки он работал и строительством в обкове партии занимался. Ну, да, он был своеобразный, пьющий, но, в принципе, он не был таким, что называется. Он понимал, что его поставили для того, чтобы он набрал команду младореформаторов, и не американцы здесь. Американцы, Буш ездил по союзным республикам и кричал, что сохраните союз, мы не заинтересованы в развале союза. Это правильно, потому что если союз разрушился, огромное количество факторов появлялось, которые американцы не управляли. Там правила игры были все определены, все было понятно, все было, так сказать, и так далее. Но, тем не менее, вот политические элиты в стране, особенно в национальных республиках, на почве национализма, они разгромили огромную страну. И Ельцин поставили перед фактом эти реформы проводить. Проводить, поэтому он отстранился, изображал из себя, что он пьет. А на самом деле управляли вот эти пацаны, много реформаторов, а он просто делал вид, что, так сказать. Вот в такой стране мы живем. И судьба Ельцина, это судьба, и речь о том, что бывает со страной, если вовремя реформы не проводить. Кстати, Владимиру Путину надо бы это взять на заметку. Реформы все равно в стране будут. Политическую систему нельзя превращать, Владимир Владимирович, в то, что вы ее превратили. Без выборов, без политических партий, без конкурентов. Можно всех посадить в тюрьму, психушку, загнать всех на кухне, как это делал Суслов и 5-е управление КГБ СССР в 70-е годы. Ну, а в итоге-то все рвануло, рвануло так, что ничего и не осталось. К сожалению, мы эту судьбу, видимо, повторим. Но в такой стране мы живем. И судьба Ельцина, это как раз вопрос не в нем, а вопрос в реформу. Что эти реформы, если их не проводить, они будут проходить вот в таком виде, в самом жестком, ненормальном, через судьбы миллионов людей, горе, страдания людей. Ну, вот так. Спасибо, Ваше Бессону Алексею Борисовичу.